Всем привет! Новости Автоваза. Специалист Автоваза работает над специальным исполнением модели Lada X-Ray, в названии которой появится хэштег Club. Завод уже приступил к сборке новой модификации кроссовера. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом. По предварительным данным спецверсии будет построена на базе средней комплектации Comfort. Внешне модель станет отличать черная крыша, новый шильдик и логотип Club, который скорее всего будет присутствовать в оформлении интерьера. В салоне появится иной блок управления в дверной карте водителя. Также не исключено появление новых опций, но подробности пока не раскрывается. Автоваз получил очередное одобрение типа транспортного средства от ТТС на универсал Lada Largus. Документ дает право выпускать несколько новых коммерческих модификаций. Все они оснащаются 16-литровым двигателем ВАЗ и механической коробкой передач. Вот некоторые из модификаций, которые указываются в ОТТС. Для перевозки медицинской бригады и оказания скорой медицинской помощи. Для анрядов патрульно-постовой службы полиции и неведомственной охраны. В том числе для перевозки лиц, находящихся под стражей. Для выезда на место происшествия нарядов дежурных частей полиции. Для перевозки нарядов полиции с собаками. В сети появилась информация о том, что лого-весто с двигателем 114 л.с. 1,6 л. и вариатором способно разогнаться до сотни всего за 10,3 секунды. Но потом вышло опровержение, мол неверно указали мощность и время разгона. Но 1,6 литровый двигатель Рено Ниссан мощностью 114 л.с. устанавливался на лого-весто на опытные образцы. Один из таких автомобилей участвовал в тестах авторевю. Согласно их замером, ладо-весто с таким мотором и механикой разгоняется до сотни за 11,7 секунды. Если учесть, что ладо-весто с вариатором на 1,9 секунды медленнее разгоняется до сотни, чем 1,8 с МКПП, то время разгона весто и 1,6 с вариатором должно быть около 12,1 секунды. Семейство автомобилей ладо-весто пользуются высочайшей популярностью в России и продолжает расширяться. Автоваз готовит все новые и новые версии этой модели, но пока избегает некоторых типов кузова. В сети появилось изображение пикапа, созданного на базе Весты. В случае, если бы Автоваз решился на выпуск такой версии Веста, то она хорошо бы подошла при сельских районах нашей страны. Машина должна была бы получить увеличенный клиренс, который был бы выше даже, чем у Весты и свой кросс, а также защиту нижней части кузова. Правда, полноприводности от пикапа ладо-весто ждать бы не пришлось, поскольку платформа семейства этих моделей ее не подразумевает. Автоваз разработал специальные кредитные предложения на покупку моделей ладо-ларгус, гранта и спортивного седана ладо-весто. Все три модели до конца августа предлагаются под 3,9% на 3 года. Кроме того, кроссовер ладо-экс-рей кросс предлагается по программе ладо-финанс под 0% на 3 года. Ну и наконец, в базе Федерального института промышленной собственности появились изображения новых комплектующих, которые будут устанавливаться на автомобиле марки ладо. В прошлую пятницу Автоваз оформил патенты на новые литые колесные диски. По всей видимости, два вида нового литья в ближайшее время начнет поступать на Тольятинский конвейер, разболтовка дисков 4 на 100. Остальные параметры пока остаются тайны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok